Доброе время суток любители свежей прессы. В эфире подшивка популярных карельских интернет-изданий. О чем говорила республика всю неделю, расскажем прямо сейчас. В Карелии зарегистрирован первый случай аннулирования результатов ЕГЭ. Государственная экзаменационная комиссия Карелии не зачла тесты петрозаводского ученика, который умудрился использовать на экзамене мобильный телефон. Как сообщает Минобразование Республики, участник единого госэкзамена использовал средства связи, нарушив тем самым закон об образовании. Как правило, за такое нарушение ученик привлекается к административной ответственности, но может быть допущен к пересдаче, если раскается и признает свою вину. В этот раз комиссия решила не допускать нарушителя к повторной сдаче ЕГЭ в 2012 году. Помимо невозможности сдать по предмету экзамен, ученику грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Напомним, карельские выпускники начали сдавать ЕГЭ 28 мая с биологии, истории и информатики. Последнее тестирование по предметам пройдет 21 июня для основного потока сдающих. Полностью госаттестация завершится 16 июля. В день первого ЕГЭ наш телеканал провел опрос телезрителей и выяснил, что большинство против тестовой системы оценки знаний. Они считают, что выпускники школы должны сдавать старые добрые экзамены. Математика письменна, литература устна. Не привык за 10 лет пытливый русский ум к тестам. Но что называется, закон есть закон. Наверху новую систему давно признали. Обещанного подземного перехода на проспекте Ленина не будет. Инвестор разработал новую схему, в которой вместо подземки регулировать движение будут три светофора. Сотрудники ГИБДД уверены, центр города ждет транспортный коллапс. Городская мэрия тоже забеспокоилась и предложила расширить проспект за счет тротуаров. Вместо обещанной подземки появятся два светофора. На пересечении Андропова, Дзержинского плюс существующий на перекрестке Кирова-Ленина. Эти светофоры не будут скоординированы между собой, объяснили в полиции, что непременно приведет к пробкам, которые и так в центре города не редкость. Решение не строить подземку инвестор обосновал отказом городской администрации. Причин несколько. Проспект пришлось бы перекрыть на полгода. Кроме того, говорит инвестор, вдоль проспекта Ленина проложены основные инженерные ресурсы, и земляные работы могли бы помешать их функционированию. Главный проектный институт Карелии опроверг заявление ГИБДД о возможном транспортном коллапсе. По словам начальника группы дорожников, строительство пешеходного перехода никак не повлияет на пропускную способность улицы. Наоборот, именно его наличие может стать причиной пробок. Городская мэрия дала разрешение на расширение проезжей части для организации парковочных мест для легковых автомобилей с переустройством тротуара на центральных улицах города, проспекте Ленина и улице Кирова. ГИБДД города обратилась в Карельскую прокуратуру и к главам столицы республики с просьбой пересмотреть схему и вернуть в нее обещанный подземный переход. Наш сюжет нашел отклик у петрозаводчан. Десятки комментариев. Среди них и такие. Тут один выход. Общий бойкот новому центру. Мы только так можем дать понять этим гражданам о своем мнении. Ведь им совершенно наплевать на наш город и на его жителей. Цель одна – выкачать из нас как можно больше денег, наплевав на наши интересы, наше здоровье, наше будущее. Бойкот новому монстру в нашем городе. Он нам мешает. Более полутора миллионов рублей за нравственные страдания Минфин обязан выплатить экс-мэру сортовала Николаю Зайцу. По мнению бывшего мэра, его необоснованно привлекли к уголовной ответственности и, цитата, «опорочили доброе имя, честь и личное достоинство». Напомним, что осенью 2010-го по требованию бывшего главы Карелии Андрея Нелидова за срыв отопительного сезона Николая Зайца освободили от занимаемой должности. Также сыграл тот факт, что он своевременно не принял необходимые управленческие решения. Тогда же Следственный комитет Карелии возбудил в отношении главы города Сартовала уголовное дело за халатность. Состоялось несколько судебных разбирательств, в результате которых обвинители не смогли доказать вину бывшего градоначальника. Он действовал в рамках существующего законодательства. Николая Зайца полностью оправдали. Тогда он подал иск на Министерство финансов России о возмещении морального вреда и нравственных страданий. В мае 2011-го экс-начальника избрали директором предприятия, которое работает на территории Финляндии. Но он не смог приступить к обязанностям. Ему отказали в выдаче загранпаспорта. Решение Сартовальского городского суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Верховном суде Республики Карелия. Блогер Максим Ефимов нашелся. Напомним, что автор скандальной статьи «Карелия устала от попов» несколько дней не подавала себе никаких вестей, не приходил домой и не отвечал на телефонные звонки. На днях опальный блогер оставил на одном из интернет-сайтов видеообращение, в котором сообщил, что с ним все в порядке. Просто устал от преследований. Параноидальное уголовное преследование в отношении меня до сих пор, увы, продолжается. И как тут не вспомнить поговорку «Заставь дурака Богу молиться, он на лоб расшибет». Именно так действуют карельские исследователи и прокуроры. Правда, лоб они расшибают не себе, а другим. У меня нет никакого желания воочию наблюдать за тем, как эти персонажи, достойные почетного места в кунсткамере, с осленным упрямством преследуют меня. Наш земляк Александр Баландин вернулся из Франции с победой. Он привез золотую медаль с чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Победителем сборной России стало и в общекомандном зачете. В нашей копилке две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. По словам главного тренера команды Андрея Родионенко, эти результаты будут иметь существенное влияние на формирование олимпийского состава сборной нашей страны. Победа Александра Баландина сделала карельского гимнаста еще на один шаг ближе к летним олимпийским играм. Последнее испытание для спортсменов – Кубок России, который пройдет в июне в Пензе. После этих соревнований станет известен окончательный состав олимпийской сборной России, которая представит нашу страну в Лондоне. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Нескучных выходных и до встречи ровно через неделю.